В 1984 году в северо-восточной части Африки, особенно в Эфиопии, в средстве ряда неблагоприятных причин разразился один из самых сильных голодов в современной истории. Засуха, являющаяся эндемичной проблемой климата в регионе, длилась в течение практически 24 месяцев, без осадков, что привело к гибели большей части урожая и резкому сокращению производства продовольствия. Эфиопия на протяжении всей своей истории периодически страдала от подобных проблем, но в этот раз они были усугублены, помимо устаревшей и неэффективной системы земледелия, гражданской войной. Между свергнушим в 1974 году монархию военным режимом и повстанцами, мирное население в поисках спасения вынуждено порой было скрываться в наиболее пострадавших от засухи регионов. Да и те, кто оставался, нельзя сказать, что в чем-то сильно выиграли. А если учесть, что западные страны и банки отказывали Эфиопию в какой-либо экономической или гуманитарной помощи, не желая идти на компромисс с правительством либо повстанцами, то в течение нескольких месяцев в огромных лагерях для беженцев число голодающих достигло почти миллиона человек. Они не имели продовольствия, медикаментов и чистой питьевой воды, не говоря уже о различных возникающих в таких условиях инфекциях и болезнях. Вокалист ирландского коллектива Boomtown Red's Bob Geldov случайно увидел репортаж BBC об этой гуманитарной катастрофе. И пораженный масштабами трагедии, заручился поддержкой своего приятеля-вокалиста и гитариста Миджи Юра из коллектива Ultravox и решил записать благотворительный сингл в поддержку голодающих, вся полученная прибыль от которого должна была отправиться нуждающимся. С этой целью Гелдов привлек проекту, получившему название Band Aid именитых артистов. Сама композиция получила название Do I Know It's Christmas, вышла соответственно под Рождество и стала большим хитом, что в итоге привлекло к масштабному благотворительному концерту Life Aid в июле 1985-го. Американцы в долгу не остались, и Майкл Джексон при поддержке Куинси Джонса, Лайнелла Ричи и других не менее замечательных музыкантов записали композицию We Are The World, создав движение You Save For Africa. Вырученные средства, продукты питания и лекарства также должны были отправиться нуждающимся в Эфиопии. Менее заметно прошел благотворительный радиомарафон, организованный Лос-Анджелевской радиостанцией КЛОС 22 и 23 декабря 1985-го в поддержку голодающих в Африке. Среди участников события отметился и коллектив Дью. Сам вокалист пожертвовал в пользу голодающих золотой альбом, Вивиан Кэмпбелл, гитару, Джимми Бэйн бас и Винни Аписи барабаны. Всего было собрано 250 тысяч долларов, после чего Бэйн и Кэмпбелл внезапно поняли, что ничего соответствующего по размаху Band Aid и USA For Africa в тяжелой музыке не происходит. Да и на общий праздник борьбы с голодом представителей жанра почему-то не пригласили. И забегая немного вперед на сам LifeAid, за исключением Black Sabbath, Led Zeppelin и Judas Priest никого больше не позвали. Участие последних и вовсе было чудом. Ведь вполне было очевидно, что Гелдов и Компания надеялись, что воссоединение первых двух коллективов в оригинальных составах привлечет дополнительное внимание к LifeAid. Равноценно, как и участие к Винн. Но вернемся немножко назад. Джимми и Вивиан решают сами организовать подобный проект с привлечением музыкантов, работающих в тяжелой музыке, как в металле, так и в хард-роке. Вэнди Дио говорит, что группа была готова стать частью The Other World. Но поскольку металл тогда был, мягко говоря, стигматизирован в общественном мнении и СМИ, с ними просто не захотели иметь ничего общего. Боялись, по всей видимости, испачкаться об их надуманно сомнительную репутацию. Ведь именно в 1985 году происходило знаменитое слушание с Parents Music Resource Center, более известное как PMRC, о вопросах цензуры тяжелой музыки, маркировке записей с соответствующими лакрейками и так далее. Не стоит забывать и о скандалах, связанных с Judas Priest, Оззи Осборном и заложенными якобы музыкантами в их записи подсознательными посланиями, подталкивающими молодежь к суициду. Так что неудивительно, что все эти благотворительные организации не стремились работать с такими спорными артистами. Что интересно, поначалу Дио не хотел заниматься подобным проектом, поскольку, по словам Кэмпбелла, вокалист считал, что подобное мероприятие будет отвлекать группу от работы над третьей пластинкой. И хотя у Ивана и Бэйна уже была готова музыкальная часть композиции, они решили не давить на Ронни и отступили на пару недель. За это время, предполагает гитарист-вокалист, успел обсудить их предложение с Венти. Та признала, что это отличная идея, и однажды вокалист пришел в студию и заявил с порога, что, мол, давайте сделаем это. Венти, впрочем, считает, что Ронни сам, без чей-либо помощи, пришел к выводу, что детям в Африке нужна помощь. Музыкальная композиция для проекта, как вы помните, была уже давно закончена, и Дио оставалось только написать лирику. Сами музыканты даже не думали предлагать ему какие-то наработки или идеи. Поскольку, как вспоминает Кэмпбелл, Ронни всегда оскорблялся, если кто-то предлагал ему текст, подсказывал слово или название для песни. Вокалист всегда хотел и требовал полной творческой автономии. Безусловно, признает Вивиан, они могли бы с Бэйном в случае окончательного отказа Дио попробовать сделать проект вдвоем. Но это вполне могло было оказаться им не по силам, поскольку Ронни обладал определенной репутацией и именем, которая открывала многие двери и сердца. По мнению Венди, Дио принял участие не только в написании лирики, но и музыки. И если прислушаться композиции, то действительно можно заметить вполне характерные для Ронни той эпохи мелодические ходы и решения не только в вокальной партии, но и в инструментаре. После того, как Дио принял предложение Кэмпбелла и Бэйна, они начали обзванивать потенциальных участников проекта, связавшись в том числе с публицистом Шэрон Уайс, чтобы получить от нее совет и помощь в организации проекта. Венди отмечает, что Ронни был серьезно настроен, и его подход был не только творческим, но и организационным и с точки зрения продюсера. Вокалист, мол, взял все под свой личный контроль. Первоначально Бэйн предлагал называть проект «Here in 8». Венди, правда, решила, что Джимми имеет в виду «Here in 8», поскольку это звучало более серьезно. Но в итоге все сошлись на варианте «Here in 8», что было вполне очевидной отсылкой к написанию слова «рокн-ролл». Но одной песни и намерения было мало. Необходимо было заручиться поддержкой определенных структур. Шэрон Уайс работала с Ринси Бэкингом, менеджер которой был Майкл Брокхау, работавший на музыкального. Менеджера Кена Крагена, принимавшего как раз-таки участие в создании композиции «We are the world». Так что Уайс позвонила Майку, чтобы организовать встречу с Крагеном. Однако тот заявил, что на самом деле им необходимо встретиться с Маргей Рогалом, главой организации USA for Africa. Во время переговоров Рогал объяснил собравшимся, что на самом деле им будет не так уж и легко осуществить их проект и особенно сделать запись. После чего показал рабочий вариант клипа на «We are the world». Тем не менее, после того, как музыканты не пошли на попятную, Рогал предоставил необходимые контракты. Также Марти, по словам Уайс, помог проекту структурировать фонд и направил людей с пожертвованиями, что принесло в кассу полмиллиона долларов. Также Шерон решила связаться с Бобом Геллдовом через Терекс. Именно так в то время они обращались ко многим людям. И уже на следующий день Геллдов перезвонил ей, завалив вопросами о проекции. После богословил их, заявив, что это чертовски здорово. Надо сказать, что в то время сам Боб готовился объявить о концерте LifeAid в июле того года. Уайс признается, что проект Hero and Aid стал ее жизнью в течение следующих 18 месяцев. Ее раздражало, что инициативу тяжелых музыкантов никто не собирался принимать всерьез. Но после того, как они взялись за дело и не спасовали на них, стали смотреть по-другому. Чтобы избежать проблем предшественников, на благотворительном поприще Венди, Шерон, Ронни, Джимми и Вивиан создают некоммерческую организацию с одноименным названием. В совет директоров вошло 11 человек, и все решения, связанные с будущим проектом, должны были приниматься сообща. Надо сказать, что работа над проектом заставила Дио взглянуть на многие вещи по-новому и кое-что переосмыслить. С самого начала было понятно, что как бы это ни было цинично, для успеха мероприятия и его промоушенал Киа Ронни необходимо было привлечь музыкальных тяжеловесов и ветеранов. Поскольку молодые артисты, как бы они не были мотивированы и талантливы, не обладали должным весом, влиянием и репутацией. С этой целью вокалист начал связываться с потенциальными участниками, и здесь его постигло, мягко говоря, разочарование. Ронни признавался, что его поражало, и он не мог понять, как Роб Хелфорд сумел ради проекта прилететь в Лос-Анджелес с богом, в то время как многие музыканты, живущие в самом городе, не могли найти время для участия. А Ники Сикс, когда понял, что проект становится известным и обещает стать чем-то большим, решил таки принять участие на второй день. Но было, говорит Ронни, уже поздно. Вероятно, в первый Сикс имел более важные дела, вроде похода в стрип-бар или ещё чего-то. А вот его коллеги, по Мотри Крю, вокалист Винс Нейл и гитарист Мик Марс, сумели найти время и прийти вовремя. Отдельно Дио отмечал Джимми Пейджа. Гитарист дал своё согласие, и было условлено, что они с Венди встретятся с ним после воссоединения Лед Зеппери на Лав Эйд. Вокалист прилетел с командой из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Была специально арендована студия, для того, чтобы гитарист мог сыграть своё соло. Но он просто не появился, и был недоступен в течение дня. И в дальнейшем никак это не объяснял. Ронни, было его жаль. Гэмпбелл вспоминает, как звонил Джону Бон Джови. Ему пришлось сделать 14 звонков. В какой-то момент он даже позвонил его матери. Но в итоге, никакого результата. И в конце концов, музыканты поняли, что Джон просто не хочет принимать участие в их проекте. Забавно, но по словам Дио, некоторые из музыкантов отказались от участия в проекте, узнав, что в нём будут задействованы Дерек Смоус и Дэвид Эсхаббинс из пародийной рок-группы Spinal Tap из одноимённого фильма. Эти исполнители решили, что участие подобных персон превращает Хиррэн Эйкс в посмешище. Ронни же, напротив, не видел ничего плохого в том, чтобы быть смешным. Ведь это было частью человеческой природы. А актёры Майкл, Маккин и Гарри Ширр были замечательными артистами, которые разряжали обстановку и дарили всем собравшимся веселье. Кроме того, благодаря фильму Spinal Tap большая часть музыкантов имела возможность посмеяться над самими собой. Ведь многое из показанного в фильме имело место в их жизни. Дио вообще нравилась эта лента, и он признавал, что порой музыканты ведут себя как идиоты, которыми их и изобразили в фильме. Единственное, что по-настоящему удивляло Ронни, так это то, что не все из его коллег, как оказалось, могли в самую иронию. Первоначально планировалось, что барабана для композиции, получившие название Stars, запишет Кармин Эписи, старший брат барабанщика Дио Винни. Дело было в том, что после развода с Венди, Ронни был один, у него не было семьи, так что все праздники он проводил вместе с семьей Эписи, благодаря чему сблизился с Кармином. И когда встал вопрос о гостях записи, то Ронни первым делом вспомнил о нем. Кармин довольно плотно на регулярной основе занимался благотворительностью, из-за чего его в итоге в 1983-м уволили из коллектива Уззи Осборна. Шерон не нравилось даже не то, что Эписи проводит мастер-классы, а то, что он получает много внимания от прессы, и тем самым несколько оттеняет ее мужа. Кармин же просто любил подобные мероприятия и стремился помогать людям. В конце серии этих мастер-классов Эписи передал Юнисеф 50 тысяч долларов. К сожалению, когда музыканты приступили к записи базового трека для Старс, он находился в туре с коллективом Кинг Кобра, так что партии барабанов пришлось отписать его брату Винни и Фрэнку Банале из Квайт Райд. Тем не менее, когда Кармин освободился, он понял, что хочет непременно принять участие в проекте. Эписи прилетел и поучаствовал в хоре для композиции и записи интервью для видео. Фрэнки Банале признавался, что был очень увлечен, когда Кэмпбелл и Бэйн предложили ему принять участие в проекте. Барабанщик заявил, что он готов и будет в их распоряжении 24 часа в сутки, когда все начнется. Если базовый минус был записан музыкантами в Саунд-Сити в Лос-Анджелесе, то для записи остальных участников проект переместился 20 и 21 мая 1985 в A&M Studios, где Майкл Джексон и компания записали Via The World. Гитарист Эдди Охета из коллектива Twisted System утверждает, что всем участникам проекта были отправлены демо с минусом и вокальной мелодией, чтобы они были в курсе материала. Однако, вокалист и гитарист Брю Ойстер Культ Эрик Блум говорит, что услышал композицию только после того, как приехал в отель. Изначально планировалось, что гитарные партии будут писаться в первый день через равные промежутки. Не лучше он должен был первым начать писать гитару в полдень. Однако, он позвонил Вайс в полседьмого утра и сказал, что у него грипп. Она сказала, что это ничего страшного, и он сможет приехать и отписаться позже, как ему будет удобнее. А вместо него первым пришлось играть Крейгу Голди, будущему гитаристу Дио, что иронично. Музыкант немного волновался, но присутствие авторитетного патрона его успокоило. Сам Дио говорил, что проект стал для него большой и ответственной работой. Для остальных музыкантов он был, наверное, чуточку повеселее. Ронни же проводил всё время в студии, поскольку ему приходилось иметь дело с каждым из исполнителей, с их индивидуальностью, амбициями и так далее. Работал с каждым где-то по часу. Основная задача Дио заключалась в том, чтобы убедиться, что музыканты сделали всё возможное из того, что могли. Для многих из них это была странная ситуация, и не все из них сталкивались, говорит Ронни, с продюсированием вокала. Но многие из них любили и уважали вокалиста, так что работа шла легко. К тому же, все отлично проводили время. Так что обстановка располагала к комфортной работе. Относительно гитаристов Дио говорил, что после работы с Ричи Блэкмором ему было очень легко с ними работать. Даже с Инги Мальмстоном, который имел определённую репутацию, но, признаётся Ронни, дело было ещё и в том, что музыканты его уважали, а когда такое есть, то работать легко. И это давало ему возможность отстаивать своё мнение относительно их работы. Лэнди отмечает, что все участники проекта, на удивление, приехали практически вовремя. За исключением приболевшего Нила Шона, припозднился только актёра Майкл Маткин. Да и то по уважительной причине. В то время у него были съёмки фильма «Подсказка». Неожиданным для собравшихся стал визит Кена Крагена, который решил осветить своим присутствием это, скажем так, продолжение его детище USA for Africa. Музыканты продолжали тусоваться в студии и после того, как заканчивали запись своих партий, просто чтобы провести время друг с другом. Хелфорд полагает, что большинство поклонников тяжёлой музыки считали, что музыканты знают друг друга, но на самом деле это было далеко не так. В течение первых двух часов большинство из них изучали друг друга. До этого они имели только смутное представление друг о друге через смутную призму рок-пресса. После того, говорит рок, как музыканты позволили себе немного расслабиться и отпустить охрану. Всё стало просто потрясающим. Они могли сидеть и влёгкую общаться с людьми, которыми всегда восхищались. Блокки Лоуэльс также отмечал, что поначалу между музыкантами было определённое напряжение. Сложно расслабиться, когда работаешь рядом с теми людьми, которыми много лет восхищался и на чём творчестве рос и даже порой боготворил. Джефф Тейт и вовсе отписал свою партию в солнцезащитных очках, поскольку когда только встал за микрофонную стойку и собрался петь, то случайно увидел, что все собравшиеся музыканты, такие легенды, как Роб Хэлфорд, Тед Ньюджетт и другие смотрят на него, и он сильно разнервничался. Но Ронни помог ему успокоиться, и всё прошло как надо. Дон Докен утверждает, что всё прошло просто замечательно. До проекта Докен гастролировали вместе с Дио, и вокалисты подружились. До совместного тура Дон даже не думал, что у них так много общего с Ронни. Относительно же своего исполнения в композиции, Докен не без гордости говорит, что его, по крайней мере, можно узнать. И это, по его мнению, было проблемой композиции, не в обиду другим исполнителям. Просто Дон спросил у Ронни, может ли он спеть свою партию в своей манере, а не копировать вокалиста. Ведь очевидно было, что эта вещь была создана при участии Ронни, и он расставил каденции и прочее в своём стиле. И, к удивлению молодого музыканта, Дио был не против, и Дон спел так, как умел, потому что не хотел звучать, как все. Ему была важна его индивидуальность. Единственной проблемой для себя, Дио увидел запись хора из 40 человек, так что на 10 вечера он назначил репетицию и прибегнул к небольшой уловке из психологии. Ответственным за мероприятие, Ронни назначил вокалиста Квайт Райот Кевина Дюброя. Он выбрал самого плохого парня и попросил его следить за порядком. А поскольку Кевину было важно признание, то, что его посчитали достойным такой ответственной роли, и особенно то, что его попросил об этом человек, которого он безмерно уважал, это заставило Дюброя выложиться на все сто. Шерон Вайс утверждает, что Кевина не особо любили за то, что он в открытую говорил своё мнение, но при этом он был приятным человеком, без ложной скромности, правда, считающим себя лучшим. Просто другие музыканты не отдавали ему должное за всё то, что он сделал. Ведь Дюброу в составе Квайт Райот проложил путь для многих рок-музыкантов, после того, как их альбом 1983 года «Metal Health» стал платиновым, заняв первое место в американском хит-параде для коллектива, играющего подобную музыку, было просто невероятно. Но несмотря на все эти заслуги, Кевин никакого признания не получил. Дио был шокирован тем, что все собравшиеся музыканты звучали как одно целое, но он был несколько обеспокоен их произношением, поскольку поначалу оно не было достаточно чётким и давало волю с сомнительным интерпретациям, но затем всё стало как надо. Примечательно, что Роб Хелфорд спел на октаву выше всех остальных, и поэтому его так хорошо слышно в хоре. Венди утверждает, что после того, как вокалы были записаны, всё оставшееся время ушло на запись гитары. Кэмпбелл отмечает, что естественно, между исполнителями, находящимися в одном помещении, с одной целью 80-й, неизбежно возникло соревнование и хвастовство своими возможностями. Тед Ньюджит признаётся, что когда услышал, как другие гитаристы играют свои соло, то понял, что должен превзойти их. Эдди Охэдер вспоминает, как Ньюджит говорил, что если ему позволят наконец-таки сыграть на гитаре, дети никогда больше не будут голодными. Сам Вивиан признаётся, что когда ему нужно было сыграть своё соло на гитаре, то он был так измучен и измотан организационными вопросами, что это было посреднее, что он хотел делать. Занятно, но чёрный фон, используемый во время записи, композиции и съёмок хора, на деле был бархатными сценическими занавесками из тура Фритвуд Мэг, позаимствуемой Шерон Вайс. Впрочем, никакого серьёзного соперничества, отмечает Ньюджит, не было. Было исполнительское хвастовство, но не более. И когда музыканты делали групповое фото, никто не боролся за место под солнцем, все просто стояли и ждали, когда им укажут, где встать. После того, как сингл Старс был закончен и сведён, в последующие недели с его выходом возникла задержка. Одна из них была связана с тем, что организаторы надеялись привлечь к проекту дополнительных музыкантов. Например, Род Смоллуд внезапно осознал, что совершает ошибку, не включив Iron Maiden в число участников Here'n 8. Так что Адриан Смит и Дейв Мюррей записали гитарную фразу для композиции, а в записи хора участия по понятным причинам они не принимали. Планировалось, что сингл Старс выйдет в августе. Венди принесла запись лейблу Polygram, и они были готовы её выпустить. Но потом решили, что лучше сделать не сингл, а целую пластинку. Но поскольку записать ещё несколько композиций такого плана из-за графиков участников было нереально, то организаторы стали просто искать музыкантов, готовых принять участие в проекте и поделиться ради сборника своими произведениями. И в итоге, помимо оригинальной композиции Старс, на пластинку попали такие вещи, как концертные версии Интересно, что снова нашлись музыканты, обещавшие поддержать пластинку композициями, но потом слившиеся, имена этих замечательных людей так и не были названы. В итоге, на сборку и согласование всех бюрократических и юридических нюансов ушло много времени. Сами-то артисты были всем сердцем и душой за. Но вот деловая сторона сожрала много времени. Сначала, Фонограмм и Полиграмм планировали выпустить альбом из сингла Старс в сентябре. Но потом им стало известно, что выходит переиздание Do I Know It's Christmas коллектива Band 8 практически в то же время. И они решили отложить Here an 8. Шерон Вайс считает, что, возможно, задержка с выходом пластинки отняла у нее импульс. Вокруг записи было много рекламы, была пресс-конференция после окончания записи, и в газете La Times была большая статья. Освещали это и многие музыкальные журналы. Но в то время, вероятно, каждые 2 или 3 месяца выходила какая-нибудь запись, направленная на благотворительный сбор средств. Вивиан Кэмпбелл также придерживается мнения, что подобная проволочка негативно сказалась на результатах проекта. Еще одной причиной было то, что в то время в ротацию на радио из творчества тяжелых команд брали либо баллады, либо какие-то специально адаптированные под радио формат вещи. А композиция Stars была каноничным хэви-металлическим боевиком, что, очевидно, закрыло для нее дорогу на радио, несмотря на впечатляющий состав участников. И если сегодня Here'n'Aid могли бы компенсировать это интернетом и социальными сетями, то в то время они могли положиться только на поддержку лейбла. А ее по непонятным причинам практически не было. Дио, впрочем, морально был готов к тому, что проект не взлетит. Роник говорил, что учитывая количество поклонников тяжелой музыки и то, что мейнстрим-сми считали, их андеграундной аудитории он не питал иллюзий насчет того, что проект получит глобальный промоушен, а сама запись попадет в горячую десятку или двадцатку в чартах. Для него это было не так важно. Главным считал Дио, чтобы этот импульс был подхвачен другими музыкантами, неважно какого жанра и простыми людьми. Добро должно было множество. Лэнтик говорит, что таков был путь мира металла, всегда оставаться позади мейнстрима и только настоящие. Преданные поклонники всегда поддерживают своих любимцев. И те, кто в то время действительно любил металл, были в курсе проекта HeroN8. А те, кто любил мейнстрим, естественно нет. Продажи сингла Stars, вышедшего в январе, последовавшей в конце мая пластинки и мерча, позволили собрать проекту в первый год примерно 1 миллион 200 тысяч долларов и 3 миллиона в итоге. Кэмпбелл считает, что это стало убедительным доказательством того, что даже в декадентские 80-е в рок-н-ролле была положительная сторона. Впрочем, некоторые подвергли критике текст композиции Stars, посчитав ее самовосхвалением участников, которые словно пытались убедить окружающих, что они тоже звезды. Но Ронни, по словам Венди и Вивиана, подразумевал в тексте, что каждый человек был звездой во вселенной и в силах каждого из нас изменить сложившуюся ситуацию. Мутром Венди считает и решение проекта оказать помощь нуждающимся не простым перечислением средств или продуктов питания, а приобретением необходимой сельскохозяйственной техники. Музыканты были прекрасно осведомлены о результатах предыдущих благотворительных акций и не хотели повторять чужих ошибок. Музыканты были прекрасно осведомлены в том, что мы сделали нашу часть. Мы должны все продолжать делать нашу часть forever.